Добрый вечер, друзья! Рада всех приветствовать! Сегодня, как и на прошлом занятии, будем обсуждать вопросы с присяги и будем продолжать это делать. Если помните, на прошлом занятии, я надеюсь, вы уже выучили те 30 вопросов, которые мы с вами обсуждали. Думаю, в принципе, это нелегко. Есть вопросы, которые сейчас, в прошлом занятии, будут повторяться, но немножко в другой формулировке, на румынском языке. Поэтому обязательно сейчас ручки, блокноты, обязательно сейчас это все нужно записывать, потому что это очень-очень-очень важно, вопросы с присяги. Но опять-таки, изучали мы на прошлых занятиях румынских язык для того, чтобы вы понимали логику этих вопросов, как это работает вообще на румынском языке и какие разные варианты ответов, в принципе, у вас могут быть на эти вопросы. Итак, сейчас, опять-таки, берите ручки и блокноты, я перехожу на сами вопросы и будем записывать. Итак, у нас уже идет по счету 31 вопрос. Он звучит так. Че есть тебе перейти? Че есть тебе перейти? То есть, что есть на стене? Ну, как бы, уже ориентируйтесь по месту, да, где вы находитесь, потому что там разного рода вещи могут быть на стене. Для этого мы изучали тему мебель. Там, в принципе, я думаю, что ничего нового вы такого не увидите. Ну, там что, скорее всего, может быть? Может быть, часы, может быть какая-то таблица, какие-то картины. Ну, там, занавески и так далее. Смотрите. Ну, ответ такой, например, Пеперетти ести ун таблоу, да, либо Пеперетти с уднешней таблоу, да, на стене там какие-то картины. Либо Пеперетти ести ун час, да, на стене часы. И так далее. Но, в принципе, я думаю, что тут не тяжело, я думаю, что вы с этим справитесь. Дальше. Че зи щи че луне ести акум? Че зи щи че луне ести акум? То есть, какой день и месяц сегодня? Какой день и месяц сегодня? Ну, ответ, опять-таки, вы отвечаете уже, смотря в какой день, да, у вас будет присяга. Например, акум ести жой да успризи че януари, да, что, например, сегодня четверг, 12 января, да, это может быть вам как пример. То есть, вы говорите, какой день, дальше вы говорите, какой месяц. Дальше. Ин че зи сун те, ин че зи сун те, 33-й вопрос. Это в каком дне находимся? То есть, фактически, какой сегодня день? Сун те, ин зи, жой, например, да, что мы находимся в четверге, это, грубо говоря, такой дословный перевод. Ну, то есть, грубо говоря, это значит, сегодня четверг. Либо астысь и жой, да, сегодня четверг. Либо просто вы говорите день недели, например, там, винирь и так далее. Дальше. Че ан ести акум? 34-й вопрос. Че ан ести акум? Это значит, какой сейчас год? Да, там, 2015, но это немножко старый. Мы говорим сейчас, 2017-й год у нас, но как это правильно ответить? Есте ану дау ми шапте спризечи. Есте ану дау ми шапте спризечи. Да? Либо оп спризечи. В зависимости от того, когда у вас там присяга. Дальше. Че луны вини дупы? А тут какой месяц следует после? Они тут уже сами придумывают какие-то месяца, например, че луны вини дупа мартие, да, например, какой месяц у нас идет за мартом, ну, а, соответственно, апрель. Дупа мартие вини апрелье, да, после марта у нас апрель. Думаю, что сложного в этом ничего нету, если, опять-таки, вы выучили месяца. Дальше. 36-й вопрос. Прима луна де туамне? Прима луна де туамне? Первый месяц осени. Либо. Прима луна де прима вара? Прима луна де ярны? Прима луна де вара? Ну, если, опять-таки, по разным на времени года вас могут спрашивать. Ну, тут у нас, например, прима луна де туамне? Какой первый месяц осени? Соответственно, первый месяц осени у нас сентябрь. Чтобы ответить, нужно сказать так. Прима луна де туамне есть и септембрии. Так что первый месяц осени у нас сентябрь. Дальше. Тут спрашивается, есть ли у вас кто-то из членов семьи, который имеет румынское гражданство? Если есть, говорите, да, мама мя, например, да, да, моя мама. Либо, ну, не имею фамилию мя, но есть членов семьи, да, то есть, нет, никто из моей семьи, членов семьи не имеет гражданства, румынское гражданство. Либо просто, ну, не имею, ну, ари, да, никто, нет, никто не имеет, можете ответить и так, и так. Дальше, 38 вопрос. Отсвостен Румыния и наинте? То есть, вы раньше бывали в Румынии? Вы отвечаете, например, ну, ну, амфост, да, нет, я не был, либо да, амфост, ла Краёва, например, либо да, амфост, ла Букуреш, да, например, я был в Краёве, да, например, я был в Бухаресте. Или, либо да, амфост, онан, ин Урме, да, я был год назад, и так далее, опять-таки, тут могут быть различные ответы, ну, в зависимости уже от вас. Дальше, 39 вопрос. Че штить здесь при Румынии? Что знаете о Румынии? Ну, тут, опять-таки, можете взять себе на заметку урок, в котором мы говорили о румынской культуре, о Румынии вообще, о местонахождении, можете взять оттуда, можете даже с Википедии взять, потому что там, ну, написано грамотно, скажем так, только не переводите через гугл-переводчик Румынии. Можете сказать, да, там есть пример в этом вопросе, там немножко ниже, где есть ответ, да, там пишут, что Румыния, есть цары фарти фурманса, еще богаты. Ну, что означает, что Румыния очень красивая страна и богатая. Есть ветчины к Булгарию, Украина, Молдова, Сербия. Ну, то есть, что она, ее соседями является Болгария, Украина, Молдова и Сербия. Капитала Румынии есть и Букуреч, столица Румынии, Бухарест. Ну, дальше там ниже еще такой большой абзац, там, где находится Румыния, да, Румыния есть, вот, цара ситуата, инсу, десту, Европе, Чентрале и так далее. И об этом мы говорили на уроке о стране самой, да, Румынии, и можете отсюда взять какую-то информацию, можете сами что-то сказать. Я думаю, что вам несложно будет уже какое-то предложение, я самим сказать, после такого количества уроков. Ну, то есть, можете взять и говорить, что вот это первый абзац, который есть, вот эти пару предложений, я думаю, что этого вполне достаточно. Дальше. Сороковый вопрос. Мы говорили об этом с вами, да, например, цара Украина, о Рашу Винница и так далее. Мы говорим там улица, номер дома, мы об этом обсуждали, причем там было несколько вопросов, поэтому я думаю, что на этом не стоит останавливаться. Дальше. Почему, там, зачем хотите получить румынское гражданство? Это, скажем так, очень важный вопрос, и, например, один из ответов, там есть на лисочке, написан достаточно хороший ответ. Но тут подаются три разных варианта. Да, почему, там, например, вы хотите получить румынское гражданство? Первым, вот это, дуреса, дивин, четотянка, румыне, либо четотян, если вы мужчина. Четотянка это для женщины, четотян для мужчины. Для того, чтобы открыть какое-то свое дело, да, в одном из городов Румынии. Дальше, второй вариант, для того, чтобы посетить Румынию, потому что очень красивая страна, да, есть очень много мест, куда можно поехать, может быть, еще такое. Ну и третий вариант, чтобы получить хорошее медицинское обслуживание и так далее, потому что, скажем так, Европа, там более развитая медицина, чем у нас в Украине. Ну, три таких варианта. Дальше, сорок второй вопрос. Че парере овец дес при Румынии? То есть, ваше впечатление о Румынии? О Румынии. Ам че ли мае буни парере дес при Румынии? Можете ответить так. Там есть сразу написано, то есть у меня самое лучшее впечатление о Румынии. Ну, там дальше еще описывается, да, что Румыния очень красивая страна, что очень красивые обычаи там, очень красивая природа. Ну, то есть, можете и это добавить. Дальше. Сорок третье. Овец о проприетате иммобиляры дин Румынии. Имеете недвижимость в Румынии? Например, да, ам проприетате иммобиляры ин Румыния, либо ну, ну ам проприетате иммобиляры ла Румыния, ин Румыния, вернее. Дар сперсуан, да, то есть у меня есть недвижимость, либо у меня нет недвижимости, нет недвижимости, но хотелось бы, да, дар сперсуан. Дальше. Кынт адзипус черере де редобандире, а чето цене румын? Да, то есть, когда вы подали, когда вы обратились для восстановления румынского гражданства? Вот такой вопрос. Это уже на следующем листочке, так переключаю его. Ну, то есть, вы говорите, например, дао ми пайс призычи, ну, на юнии, например, в 2014 году в июне месяце. Да, вот таким образом отвечаете на вопрос. Дальше. Сорок пятый. Сундец гата, гата се, ренунтать, либо рефузать, ла чето цене антерюаре. Готовы отказаться от предыдущего гражданства, вместе в виду там, гражданства той страны, гражданина той страны, которой вы являетесь? Да, я сунд гата се, рефуз, чето цене антерюаре. Ну, то есть, я готов отказаться от предыдущего гражданства. Дальше. Сорок шестой вопрос. Отсвось жудекате, либо жудекат. Жудекате для женщин, жудекат для мужчин. Были ли вы осуждены? Ну, ну, амфос жудекате, либо ну, ну, амфос жудекат. То есть нет, не был осужден, либо осужден. Дальше. Сорок седьмой вопрос. Отсвось кондомнате, были ли приговорены? Ну, амфос кондомнате, либо да, амфос кондомнате, либо кондомнат для мужчин. Да, был приговорен, либо нет, не был приговорен, приговорена. Да, то есть разные варианты. Сорок восьмой. Отспримит о кондомнаре пенале. Отспримит о кондомнаре пенале. Это есть ли у вас судимость? Ну, ответ какой? Ну, амфомит о кондомнаре пенале, либо да, амфомит о кондомнаре пенале. То есть, опять-таки, то, что я говорила неоднократно, что вы теми словами, которыми вам задают вопрос, теми словами пользуетесь и отвечаете на него. Дальше. Че дукате овец? Че дукате овец? То есть, какое у вас образование? Ам диплома университары де адвокат, например. То есть, у меня диплом адвоката. Да, либо ам диплома университары де кондабил. Да, у меня, например, диплом бухгалтера. Ну, я думаю, что по этому понятно, каждый отвечает по себе. Дальше. Пятьдесятый вопрос. Ди че ать винит астесь? Либо че фачеть аич астесь? Для чего вы пришли сюда сегодня, либо что вы здесь делаете сегодня? Ну, ответ, в принципе, один. Я вам виниться дипун журамынту пентру редобандиря, че ты цене румыны. То есть, я приехал сюда для того, чтобы сдать присягу для того, чтобы получить гражданство румынии. Дальше. Пятьдесят первый вопрос. Спунеть макар чева им лимба румыны? То есть, скажите что-то на румынском языке. Тут уже на ваше усмотрение, да, потому что, скажем так, можете любое придумать, любое сказать. Тут есть, например, да, один. Сунт феричите, либо феричит для мужчин. Кэ мэ а флуаичи сперси оптин чето цене румыны. То есть, я счастлив, либо счастлива, что я здесь и надеюсь получить гражданство румынии. Я думаю, что, в принципе, это должно понравиться этим людям, которые у вас эти вопросы будут спрашивать. Дальше. Пятьдесят второй вопрос. Где кыт тимп инвецац студиац лимба румыны? То есть, с какого времени вы изучаете румынский язык? Ну, ответ вот такой, да. Я инвец лимба румыны, инди курс делна. То есть, я изучаю румынский язык уже год. Ну, каждый говорит по себе, да, кто учит, там, полгода, кто учит, год, два года и так далее. Дальше. Пятьдесят третий вопрос. Вопрос. Штиц лимба румыны? То есть, вы знаете румынский язык? Да, я знаю румынский язык и хочу его улучшить. Ну, видите, тут даже ответ не да, я шти лимба румыны, а да, я куноск. Потому что ашти, это знать конкретно, это знать хорошо, куноск, это как бы понимать немножко, знать поверхностно. Ну, то есть, ответ такой, что да, я знаю румынский язык, я понимаю, возможно, румынский язык, но хочу его улучшить. Я думаю, что такой ответ достаточно хорош. Дальше. Пятьдесят четвертый вопрос. Вред сетроиц ин румыния? Хотите остаться жить в румынии или планируете ли вы дальше жить там в румынии? Да, вред сетроицк ин румыния. Да, там, я хочу жить в румынии. Дальше. Пятьдесят пятый. День че ан ешть. День че ан ешть, либо день че ан сунь теть. Да, потому что ешьть, это обращение на ты, сунь теть, это обращение на вы, незнакомому человеку. Ну, то есть, какого года рождения вы? Например, я с 1967 года. Ну, опять-таки, вы каждый говорите сам по себе, какого года вы рождения. Пятьдесят шестой вопрос. День че ан ешть, мама, либо тата. Да, день че ан ешть, мама и день че ан ешть, тата. То есть, год рождения вашей матери, год рождения вашего отца. Например, мама ешть дин анул о мие нау суте патрузище чинч. Да, мама, например, с 1945 года. Тата ешть дин анул о мие нау суте патрузище трей. Да, например, папа с 1943 года. Дальше. Ну, вы тут, соответственно, говорите, какого года ваши родители, года рождения. Дальше. 57 вопрос. Че лимбо ворбить? Че лимбо ворбить? То есть, какими языками вы владеете? Какие языки вы знаете? Ну, тут есть такой ответ, скажем так, такой пример. Я ворбец лимбо румыне, украиняне, инглезе, русы, щеполунезе. То есть, я разговариваю на румынском, украинском, английском, русском и польском языке. Ну, я вам рекомендую, начать с румынского, я думаю, что это будет вам плюс. Дальше говорить, например, я ворбец лимбо румыне, украиняне, русы, щеполезе. Да, например, я разговариваю на румынском, там, украинском, русском и английском. Там, на польском не разговаривайте. Ну, и, соответственно, вы говорите на том языке, в котором вы разговариваете. Дальше. 58. Де унде сунь теть? Де унде сунь теть? То есть, откуда вы? Да, то есть, я из Украины, я из Киева. Ну, либо вы, там, из России, там, говорите свой город. Дальше. 59 вопрос. Де унде отзвенит? Де унде отзвенит. Откуда вы пришли? То есть, то же, что и откуда вы. Ну, и там, и там ответ, в принципе, может быть одинаковый. А мне де украина, де украину, например, там, Киев. Да, то есть, я приехала из Украины, приехала из Киева. Либо е у сунь дин Украина, дин у раш у Киев. Да, то есть, может быть и так, и так. 60-ый вопрос. Де че кулорь е драпелл украинян? Либо де че кулорь есте драпелл украинян? То есть, какие цвета украинского флага? Ну, вот этот какой? Албас, трущи, галбы. Цвета с вами проходили, я думаю, что несложно будет на этот вопрос ответить. Да, у нас он в синий и желтый. Да, либо де че кулорь е драпелл у рус. Да, то есть, какого цвета там русский флаг. И так далее. Ну, и, соответственно, вы отвечаете. Я думаю, что, в принципе, ничего сложного в этом у вас не должно быть. Это такие, скажем так, вопросы, некоторые говорят, что мы обсуждали, мы сейчас немножко повторяемся, потому что они в другой формулировке. Обязательно эти вопросы нужно выучить и ответы на них. Но не заучивайте это как стих, потому что нужно это понимать. Чтобы правильно ответить, нужно вот это понимать, потому что там они могут просто одно слово сказать другим словом, синонимом, и тогда будет достаточно сложно, скажем так, сориентироваться. Вы можете забыться и не ответить на этот вопрос. Поэтому учите, обязательно понимайте. На следующем занятии мы с вами уже продолжим вопросы. Опять-таки, сперсяги изучать. Так что всем спасибо за занятие, всем хорошего вечера, до свидания.